Доброе утро! Все наслаждаемся новым бодрым утром понедельника. Сегодня 18 февраля. Понедельник, что немаловажно, потому что это начало трудовой недели, и он должен пройти особенно бодро, чтобы остальные дни были еще бодрее и продуктивнее. Ну и для того, чтобы все было максимально продуктивно, мы подготовили уже для вас подборку новостей и рады поделиться с вами самыми последними, актуальными и интересными информацией. Через год в России не останется ни одного лифта, которому больше 25 лет. Стариков заменят молодые и современные. 65% подъемников в Крыму также заканчивают свою службу в следующем году. Люди ждут нового внутридомового транспорта. Долго ли им стоять на конечной остановке, узнавала наш корреспондент Лиля Виджат. Эти кадры девятиэтажного дома на улице Балаклавская в Симферополе всколыхнули всю Россию. 2 марта прошлого года молодая мама с полугодовалым сыном вышла на прогулку. Внезапно двери лифта зажали коляску. Женщина и ребенок погибли. По данным Следственного комитета, в смерти женщины и грудного младенца виновны 4 должностных лица. Они проигнорировали правила безопасности, что привело к трагическим последствиям. Уголовное дело в скором времени передадут в суд. Лифту убийцы 26 лет. Его срок службы истек за год до трагедии. В том же доме на Балаклавской на седьмом этаже живет Екатерина Якимчук. Инвалид войны. Из-за отсутствия лифта год не выходит на улицу. Внутридомовой транспорт с марта прошлого года отключен. Я могла заехать в эту кабинку и спуститься вниз и поехать. А сейчас я уже только в окошко смотрю. В подъезде чисто. Многоэтажный дом регулярно посещают комиссии. Но лифт в подвешенном состоянии. В буквальном смысле. По сегодняшний день нам ничего не заменили. По факту, куда мы не обращались. Вот у нас собраны все бумаги. Я вам передам. После страшного случая жильцы опасаются железной кабины. Но понимают, она необходима. И пожилым, и молодым. Согласно информации МОПа, сейчас готовят проектно-сметную документацию. МОП Центральной жилсерии заключил договор с Крымской лифтовой компанией для проведения работ по Балаклавской 81, подъезд 1. Перечислены деньги на приобретение материалов. И в данный момент ведутся работы. После окончания работ будет повторно вызван эксперт, который проверит выполнение работ и даст согласие на дальнейшую эксплуатацию. В этой многоэтажке на 1-й конной армии Евгений Челноков живет на 8-м этаже. Без лифта жизнь пенсионера превратилась в испытание. Лишний раз не спущусь. Звонишь кому-то, чтобы что-то попутно захватили нам, принесли. Но иногда, конечно, спускаешься. Но это очень тяжело. Дому более 40 лет. Летом прошлого года комиссия определила, лифт технически непригоден. Опечатали. Несколько месяцев жильцы этого дома спускались и поднимались пешком. А ведь основная масса проживающих – это пожилые люди. 1 февраля лифт подключили. Жители опасаются, что история может повториться. В подъездах два лифта. Оба периодически дают сбой. По словам жителей, отремонтировать готовы. Просят собрать с одного подъезда более 80 тысяч рублей. Лифт запущен, но не оплачен. Работа, я так поняла, не оплачена. Нет денег. В МУПе информацию о сборе личных средств опровергают. Объясняют, эксперт ежегодно должен обследовать подъемник и предоставить заполненный акт, в котором указаны замечания. После их устранения возобновляется работа. Мы предложили и провели собрание с жителями, озвучили, какая ситуация, то есть, что было проведено обследование, что необходимо производить такие-то, такие-то работы. Также были написаны письма и в министерство, и в инспекцию о том, что необходимо идти, и в фонд капитального ремонта, о том, что необходимо их включить в ближайшее время на капитальный ремонт 2019 год. А жителей мы поставили в известность, что такая-то сумма. С них никто средства не взимает. Мы просто провели собрание о том, чтобы они знали, в какой ситуации находятся их лифты. Лифтовый век – 25 лет. После этого их нужно заменять или модернизировать. В России этот процесс должен быть закончен до февраля следующего года. В Крыму в прошлом году установили около 250 новых подъемников. В этом году выделили более 90 миллионов рублей на обновление жизненно важного внутридомового транспорта. Лили Веджат, Иван Евдокимов, Новости 24. Симферополь благоустроит памятные места времен войны. Их внешний вид – это историческое лицо города. Мы не имеем права забывать трагические годы о войне и подвиг наших дедов и прадедов. Администрация столицы Крыма выделила 10 миллионов на уход за памятниками и облагораживанием территорий вокруг них. В каком состоянии находятся объекты, расскажет наш корреспондент Елена Байрамова. Без прошлого нет будущего. В этом убежден студент Мансур Шепкетов из Симферополя. На занятия он идет по этой тропе мимо первого гражданского кладбища возле стадиона «Локомотив». Каждое утро я хожу через это кладбище. И то, что оно все грязное, заросшее – это неправильно. Постоянно, мне кажется, нужно делать субботники, убирать памятники, не застырять их, как все ходят, мусор бросают. В этих братских могилах покоятся больше 150 воинов, партизан и подпольщиков, умерших в местных госпиталях в 1944 году. Со временем стерлись буквы, многих фамилий уже и не прочитать. В этих зарослях сложно разглядеть памятники. Очень, конечно, неприятно, что наши памятники тут разбиты. Не помним мы, не ценим наших предков, которые воевали за нашу жизнь. Памятники надо восстанавливать, поддерживать. Не помнить наше прошлое, мы не знаем наше будущее. Конечно, везде надо все наводить в порядок. И не только раз в году перед праздником Победы. На улице Беспалова находятся две братские могилы и отдельные захоронения. Памятники и мемориальные плиты нужно побелить и покрасить. А территорию полностью очистить от мусора и зарослей. Памятники разрушают время и люди. Они страдают от рук вандалов и равнодушия. Невооруженным глазом видно их плачевное состояние. В конце прошлого года рабочая группа активистов провела рейд и зафиксировала, где в срочном порядке нужно провести реставрацию и благоустройство. Мы сейчас находимся на братской могиле воинов погибших при освобождении города и Крыма по улице Титова. Здесь мы видим состояние этой братской могилы неухоженное. И, конечно, обидно, когда и ветераны Великой Отечественной войны, и молодежь, население города с грустью приходит сюда возложить цветы и видит такое состояние этой братской могилы. Всего в столице находится около 60 военно-мемориальных объектов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Администрация города выделила 10 миллионов рублей. Это на текущее содержание их. Подготовка к празднованиям. Определили, что выйдем комиссионно в понедельник, осмотр сделаем. То, что нужно поправить, что нужно исправить, что нужно подкрасить. В течение года, естественно, мы будем поддерживать. Когда поддерживаешь, потом меньше работы перед самым праздником. Ухоженные памятники и скверы вокруг них должны стать местами активного посещения и для симферопольцев, и для гостей города. Елена Байрамова, Иван Евдокимов, Андрей Заричный, Новости 24. Я уже знаю, что о других решениях могут нам рассказать наши коллеги с радио. Они напрямую связятся в студии. Я прошу прощения, мне режиссер подсказывает, что у нас телемост с нашей утренней телепрограммой. Доброе утро, коллеги. Это действительно так. Доброе утро. Леша, Катя, расскажите, пожалуйста, как ваше настроение и что вы так оживленно обсуждали? Настроение, как всегда, бодрое, каким оно и должно быть утром в понедельник. Иначе вся неделя будет коту под хвост, если не будет бодрого настроения в это время суток. А говорим мы сегодня об Олимпийских играх, а именно о юбилее. Пять лет назад, как мы знаем, произошло открытие Олимпийских игр. И вот вспоминаем, как это было. А на чем делаете акцент и вот что хотели бы обсудить? А мы постараемся обсудить все нюансы, все вопросы по максимуму. Иначе нет смысла и садиться к микрофону. Наши слушатели, я вот по привычке говорю зрители, наши слушатели должны вспомнить по максимуму, а мы постараемся в этом помочь. Леша сегодня по-боевому настроен и собирается... Прекрасный настрой. Прекрасный, да. Хочется перенять немножко и обсудить тоже все нюансы и все подробности. И чтоб неделя точно не была коту под хвост, Леш. Да, будем стараться. Спасибо вам большое, удачного вам эфира, а мы возвращаемся к своим телезрителям. Спасибо, удачи. Касательно подробностей и каких-либо нюансов, вот что интересного произошло? Все-таки неделя началась и хочется стартануть ее бодро и весело. Ты знаешь, бодрее, чем в Уфе, навряд ли у нас получится. Интересно. Ты не слышал новость, где жительница Уфы вызвала пожарных, но совсем не для того, чтобы тушить огонь в здание какого-то либо. Да, да, да. Она себе попросила их потушить ее душевный огонь. МЧСники не стали вызывать ей психиатрическую помощь. Они просто ограничились тем, что объяснили, что у них совсем другая квалификация. Но вот это, наверное, был такой бодрый выезд. Конечно. Ну, насколько мне известно, виной всему алкоголь. Но я думаю, что тут дело в количестве. Рано или поздно один из пожарников согласился бы все же потушить душевное пламя. Главное, не переставать звонить. Это я, конечно, шучу. А вот что интересно, в Уфе погода позволила разгореться душевному пламени. Интересно, насколько холодно у нас и можно ли у нас заниматься подобными вещами прямо сейчас в погоде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Клайд Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в этом. Поговорим про цены на топливо, заодно и на валюты. Следуем за мной, я вам все сейчас подробно расскажу. Итак, газ. Как всегда, самое дешевое топливо на рынке стоит 28 рублей 19 копеек. Дизельное топливо дороже чуть менее чем в два раза. 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин, пожалуй, самый популярный на рынке, стоит 47 рублей 17 копеек. 95-й дороже, естественно. 50 рублей 25 копеек. А 98-й бензин 56 рублей 59 копеек для мощных и объемных двигателей. Если вы заправляетесь с 98-м, да и не только, вам обязательно знать, что там происходит на валютном рынке. Об этом прямо сейчас я вам и расскажу. Ситуация, конечно же, не всегда стабильная и очень часто меняется. Посмотрим, что сегодня. 66 рублей 70 копеек стоит доллар. Ну, что вырос по сравнению с пятницей, могу вам сказать, немного поднялся. Евро не уступает и поднимается тоже. 75 рублей 24 копейки. Подъем не критический, но все же заметный. Что будет дальше, расскажем вам на другие дни. Ну, а сегодня ситуация именно такая. Вообще, интересно, как все происходит. Цены на топливо немного меняются, немного меняются цены на валюту. Но есть ситуации, которые остаются стабильными. А некоторые, наоборот, происходят с огромной скоростью. Вот что там по новостям? Интересно узнать, что произошло нового, Саша. У меня сегодня просто целый список веселых и озорных новостей. Ты знаешь? Ну, мультики любишь? Ну, вот люблю, признаюсь, люблю мультики. Правда, да? Конечно, да. Ну, и тогда я могу тебя порадовать, что киностудия «Союзмультфильм» планирует снять продолжение советских мультфильмов, таких как «Ну, погоди», «Магли», «Умка», «Временские музыканты» и сейчас мой любимый «Чебурашка» и «Крокодил Гена». Вот я бы очень хотела бы посмотреть, что это будет в новой интерпретации. С одной стороны, да. С другой стороны, не всегда знаешь, хорошо ли, когда трогают что-то, что уже было. Возможно, стоит делать что-нибудь новое. Ну, не знаю. Просто, как по мне, то, что оставляет приятные воспоминания при повторном просмотре может показаться, ну, не настолько интересным или хорошим. А вот о том, что интересного, хорошего, а может быть, да и увлекательного идет прямо сейчас, мы вам и расскажем. В Центральном музее Тавриды продолжается выставка «Таврический вояж». Экспозиция посвящена путешествию Екатерины Великой в Крым. В коллекции представлены мебель, зеркала, посуда, которые использовались во дворце и были сделаны турецкими, иранскими и крымскими мастерами. Главной изюминкой всей выставки является мундирный костюм Екатерины как шефа лейб-гвардии конного полка. Время открытия музея – 9.00. Сегодня в кинотеатрах комедия «Семь ужинов». Главные герои – супружеская пара, чувства которых уже давно прошли. В момент, когда семья окончательно разваливается и дело доходит до развода, молодой человек предлагает компромисс – семь свиданий, но каждое из которых должно будет пройти экзотично. Комедия от Кирилла Плетнева во всех кинотеатрах. Время сеанса вы можете подобрать самостоятельно. Для детской аудитории в кинотеатрах «Легофильм 2» – продолжение комедии конструктора. Спустя пять лет после предыдущей схватки к жителям Лего города из космоса приходит новая угроза – захватчики Лебо Дупло. Каждый из героев особенный, и им придется доказать свою смелость, мастерство и находчивость. Сеансы проходят в утренние часы. В кинотеатрах список фильмов пополнился картиной «Громкая связь» – ремейк итальянского хита «Идеальные незнакомцы» от московского театра «Квартет И». В центре повествования семеро друзей – три пары и один холостяк. За общим столом не остается ни одного секрета. Все сообщения читаются вслух, а разговоры по телефону исключительно на громкой связи. Тут-то и начинается самое интересное. Для отечественной версии фильма шутки и финал переписали полностью. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Вот мы тут сидим, смотрим трейлеры фильмов. А ведь настоящие фантастические события происходят в реальности. В Москве, Саш, мэрия Москвы заказала очки, которые распознают лица. И знаешь, для кого? Для полицейских. А им зачем? Ну, чтобы вот видеть они нарушителя. Смотрят на него своими очками робокопа. Глазами в очках. Да, очками робокопа. И тут вся фамилия, имя, возраст и прочее. Их будет делать фирма, которая занималась разработкой приложения FindFace. Это довольно-таки известное приложение. Загружаешь фотографию человека, и он находит тебе его в социальных сетях, насколько я понимаю. Ну, что пророчит нам это будущее, пока не понятно. А вот то, что социальные сети и интернет уже интегрированы в нашу жизнь, я думаю, ты можешь согласиться. Да, и мы можем это сами сейчас увидеть. Безрельсовый поезд успешно прошел испытание при температуре минус 20 градусов. Он больше похож на автобус. Колеса обычные, с резиновыми шинами. Состоит поезд из трех вагонов, вмещает 300 пассажиров. Благодаря системе предупреждения столкновений, вероятность ДТП мала. Такой транспорт функционирует уже два года в городе Чуджоу. После последних испытаний стало ясно, что использовать поезд можно и в северных районах. Солист кавер-группы KISS Бобби Дженссон настолько брутален, что даже не заметил, как его шевелюра стала полыхать. Благо, помощники исправили ситуацию. За несколько секунд пламя было сбито. Но а что Бобби? Он продолжал петь, ведь это настоящий рок. В Швейцарии робота научили кататься на коньках. Когда он сделал первые движения, один из зрителей воскликнул. «Я начинал точно так же!» Главное, чтобы труд ученых был не напрасным. И такие машины помогали человеку. Например, в спасательных операциях на льду. Турбулентность во время полета – явление частое. Но иногда она бывает настолько сильной, а главное неожиданной, что травм не избежать. Самолету пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Джона Уэйна. Тележки перевернуты, три человека доставили в госпиталь. Это видео было сделано в городе на Неве. Казалось бы, трое мужчин вышли на борьбу с сугробами. Один из них надел жилет, взял в руки лопату. Но после нескольких фотоснимков порыв улетучился. А сугробы остались на месте. Исчезнут они, видимо, только весной. Китайский Новый год позади. Для панц зоопарки провинции Цычуань он стал настоящим праздником. Подарки понравились. Медведи с радостью начали все рвать, ломать, грызть. Все счастливы. И четвероногие любители бамбука, и работники зоопарка. Праздник удался. Чего только в сети не происходит. Помню, на прошлом эфире я рассказывал тебе о том, что ученые доказали, что компьютерные игры никак не влияют на жестокость детей в реальной жизни. Интересно, как на поведение детей в целом влияет сеть. И вообще, можно ли ограничивать, не ограничивать доступ к интернету? Ну, я тебе уже в прошлый раз говорила, категорически не согласна с этими учеными. Никакие бы они исследования не проводили. Мне кажется, что стрелялки все-таки закаляют. Не провоцируют какую-то жестокость. Со мной могут многие не согласиться. Но мое личное мнение. Знаешь, вот мне в детстве не хватало таких хороших новостей. Потому что и про сиденье в интернете я не знаю. Наверное, как у многих зрителей в свое время мне ограничивали доступ к компьютеру. Вот знаешь, не больше часа в день. Ну, два. Ну, вот я помню, что у меня родители еще два часа и то в пенте порисовать. Мне кажется. Ну, я мог говорить, что, возможно, в пенте рисую. Сам-то я, понятное дело, играл во все то, во что играть нельзя. Потому что, благо, я старший брат, он все это на компьютер устанавливал. Я помню, вот когда появилась возможность выходить в сеть, да, всемирную паутину. И там можно было найти абсолютно любую информацию. Мне казалось, что это просто невозможно, да. Вот ты ищешь, вот, я не знаю, абсолютно любой запрос. И ты читаешь эту информацию и думаешь, так, в раке это или нет? На самом деле это понять очень сложно. Особенно, если ты пользователь неопытный. Но в интернете много чего хорошего. Например, это доступ к образовательным ресурсам, к научным статьям. Да, чего стоит всем известная энциклопедия, которой пользуется каждый студент и школьник. Да, об остальных способах развития детей мы расскажем вам прямо сейчас. К развитию своего ребенка заботливые родители подходят с умом, учитывая актуальность профессий будущего. Ведь именно в раннем дошкольном возрасте дети лучше всего впитывают информацию. Для нас, взрослых, это просто колесо, а для детей это инструмент развития. Методики самые разные. Главное, творческий подход. Ведь любые занятия должны быть в первую очередь интересными. Информатика уже не та. Программирование – язык будущего. На первые позиции прогресса выходит робототехника. Дети с интересом не только играют в компьютерные игры, но и изучают процесс их создания. Мы с ребятами в клубе занимаемся самыми разнообразными направлениями, связанными с инженерным делом. Наша главная компания совместно с центром Сколково занимается разработкой направления детской робототехники в области нейротехнологий и оборудования, которое могло бы позволить ребятам использовать не только датчики стандартные роботов, но и показания, которые они снимают с собственного тела. Например, активности головного мозга или других физиологических показателей. И использовать эти показатели для управления собственными роботами, собственными моделями. Информация усваивается легко и, что важно, комплексно. Математика, физика, механика, программирование, биология, бионика, астрономия – всего и не перечесть. Дети сами хотят знать элементарные правила и законы базовых наук, ведь без этой информации не смогут собрать, например, радиоуправляемого робота. Мне нравится больше всего собирать, программировать. Я очень люблю программировать, потому что выполнять всякие роботы, ошибки, их исправлять, а потом с ними всякие полезные вещи делать. Мы уже собирали робота-пылесоса, он может дома все чистить. Мы сквозь их вкручиваем деталь для того, чтобы вставить эрудий. Сначала традиционно дается теория, а затем дети могут на практике собрать и запрограммировать своего робота. Интерес ребенка к науке преподаватели вызывают с помощью игры. Все форматы являются интерактивными, то есть в процессе посещения и дети, и взрослые, развлекаясь, получают таким образом знания об окружающем мире, даже не замечая этого. Как говорил когда-то Конфуций, расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай сделать самому, и я пойму. Вот наша основная концепция. Дети не просто слушают лекцию, как на уроках химии или физики, а активно взаимодействуют с экспонатами, проводят опыты и совершают эксперименты. Благодаря такой методике ребенок узнает, что наука, оказывается, может быть веселой и интересной. Правда, перегружать информацию тоже не стоит. Известны многочисленные случаи переутомления в раннем возрасте, ведь нагрузку на мозг ребенка тоже нужно распределять правильно. Безусловно, знание сила и век технологий без этого никак. Но давайте не будем забывать, что даже ребенок вундеркинд, это прежде всего ребенок, и у него должно быть детство. Ксения Шарапановская, Иван Ковалев. Утро нового дня. Очень интересный сюжет. Жалею, что в детстве, опять же говорим про детство целый день, не было таких вот возможностей. Но про переутомление правильно. Это совсем не помешало бы мне знать во время подготовки к экзаменам, например. Жаль, что не было специалиста, который мог подсказать, что учеба учебой, но со здоровьем тоже нужно следить. Ну вот именно об этом мы и поговорим. Сейчас нас в студии уже ждет гость. Это сегодня у нас в гостях врач высшей категории, гинеколог медицинского центра «Линия жизни» Любименко Елена Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Александровна. Доброго вам утра. Ну и утро, конечно, у нас потрясающее сегодня, но хотелось бы начать с очень важной темы. Вот есть такой пугающий диагноз, как рак. И, скорее всего, вероятнее всего, у каждого в жизни есть знакомый, да, у каждого человека, который с этим сталкивался. И вот расскажите, пожалуйста, знаем, что эта проблема есть в гинекологии. Насколько это серьезная проблема? Ну вот на сегодня в мире, по данным статистики, 50 миллионов женщин впервые заболевают раком шейки матки. И на первом месте по заболеваемости среди женщин рак молочной железы. К счастью, рак шейки матки сейчас на третьем месте по заболеваемости, но, тем не менее, ежегодно в России погибают 6 тысяч женщин от рака шейки матки. То есть проблема достаточно актуальна. И в связи с этим в женских консультациях и вообще среди женщин существует миф о том, что если у женщины обнаружена эрозия шейки матки, то непременно она когда-нибудь станет раком, и поэтому эрозию шейки матки обязательно нужно прижигать. Это неправда, да? Да, и вот именно для этого я в этой студии, чтобы развеять этот миф у большей части женщин, потому что на сегодня, вот благодаря таким вот клиническим рекомендациям, доброкачественное заболевание шейки матки, большая часть гинекологов на сегодня переучена и знает о том, что эрозия шейки матки, а именно эктопия, эктопия это выворот, то есть это когда часть органа находится не в совсем положенном ему месте. То есть по какой-то причине изнутри, из цервикального канала, часть шейки матки выворачивается наружу, смотрится как эрозия, но это ни в коем случае не предвестник рака шейки матки. Из-за эрозии на сегодня принято наблюдать. То есть не сразу прижигаем, а сначала нужно посмотреть? Не сразу, да. В 97% случаев причиной рака шейки матки является вирус папиллома человека. И вот именно ситуация, когда к эрозии шейки матки присоединяется вирус папиллома человека, высокого онкогенного риска, это 16-й, 18-й тип, 31-й, 33-й тип, вот тогда, и в условиях, когда вирус папиллома человека остается в организме в течение более чем 10 лет, вот тогда риск высочайший рака шейки матки. Поэтому на сегодня внимание медицинской общественности обращено к тому, чтобы своевременно выявить носительство вируса папиллома человека, элиминировать, как называют его из организма, то есть применить лекарственные препараты, которые позволили бы хотя бы уменьшить концентрацию вируса. И, конечно, самое главное, о чем мне хотелось бы сегодня напомнить зрителям, это о том, что рак шейки матки – это абсолютно профилактируемое заболевание, потому что существует вакцинация от вируса папиллома человека. И какие бы взгляды не бытовали, скажем, среди наших зрителей, но на сегодня вакцина – это самый лучший способ предупредить рак шейки матки. То есть вот как раз то, о чем я хотела спросить. Одно дело вовремя выявить, что важно, а вот предотвратить? Предотвратить – это именно вакцинация. Причем вакцина Гордосил, она четырехвалентная, то есть она как раз от всех вот этих высокой степени риска вирусов прививает раз, дает минимум на 8 лет предупреждения заражения вирусом папиллома человека. Но если вы все помните, и мы помним, что, например, ну грипп, ведь не лечится по большому счету грипп. Грипп предотвращается тем, что вакцинация проходит в стране. То есть на сегодня любые вирусы наиболее эффективно предотвращаются заражения именно вакцинацией. И в нашей стране вакцина Гордосил, в отличие от развитых стран мира, скажем, там прививают девочек с 9 до 13 лет, не живущих половой жизнью, в нашей стране прививка вакцина Гордосил допускается до 45 лет. То есть тогда, когда мы убедились в том, что у пациента вируса папилломы нет, а есть какие-то факторы, например, которые отягощают, ну, к примеру, у пациентки мама и бабушка умирали от рака шейки матки. Вот эта пациентка точно, ей показана вакцинация Гордосил. И хотелось бы еще про мальчиков. Вот важный вопрос, только хотелось спросить, насколько это опасно для мужчин. Хотелось бы про мальчиков, потому что сейчас тоже бытует мнение, что мужчины не переносят вирус папилломы человека, не страдают от вируса папилломы человека и так далее. На самом деле 80% человечества так или иначе заражено вирусом папилломы. И у мальчиков там имеют значение другие типы, 51, 52 и 56. И эти типы приводят к раку крайней плоти и к анделоматозу. Именно поэтому, несмотря на то, что в инструкции Гордосил пока не прописаны мужчины никак, но медицинская общественность нашей страны уже начинает призывать к тому, чтобы прививались и мужчины от вируса папилломы. Это на сегодня единственный путь предотвратить вот такие вот формы рака. И более того, еще хочу сказать, что вирус папилломы человека у детей приводит к папилломатозу гортани. Именно поэтому сейчас так важно женщинам, которые планируют беременность, или парам, которые планируют беременность, перед беременностью обязательно пройти в ИПЧ-тестирование. И вот хотелось бы в окончании еще сказать, как вести себя девушке, у которой выявили эрозию шейки матки. Чтобы все-таки, кстати, вакцинация тем не менее предполагает то, что женщина тем не менее будет один раз в год посещать гинеколога, один раз в год делать мазочек на цитологию по Папа Николау. То есть это вот именно ученый, который изобрел способ выявления раковых клеток в мазке. Мы вот говорим об этой вакцинации, а ее всем можно делать? Или кому можно? В развитых странах делают, еще раз говорю, девочкам, не живущим половой жизнью, то есть с 9 до 13 лет. Но у нас до 45 лет. У нас до 45 лет. И более того, самое главное, что в инструкции к вакцине написано, что ВПЧ-тестирование перед вакцинацией проводить необязательно. То есть мы из этого можем сделать вывод, что если мы не проводим диагностику вируса, то по большому счету любой желающий, который имеет те или иные соображения, чтобы вакцинироваться, он может прийти в медицинский центр и сказать, что я хочу получить вакцину от вируса Папиллома человека, ну и кратность, чтобы зрители понимали, вакцина делается трижды. Первая доза, потом через два месяца вторая доза и через шесть месяцев заключительная доза вакцины. Очень эффективно, переносится легко. И, кстати, я хочу сказать, что в 2014 году Всемирная организация здравоохранения как раз выпустила консенсусное такое предложение о том, что во всем мире сообщить всей медицинской общественности, что вакцина эффективна, безопасна и практически не имеет противопоказаний. Спасибо вам большое. А мы сообщили крымчанам, вот прямо сейчас взяли и передали такую благую вещь. Спасибо большое, что вы нам так все подробно объяснили. Я напоминаю, что с нами в гостях у нас сегодня врач высшей категории, гинеколог медицинского центра «Линия жизни» Любименко Елена Александровна. Огромное количество полезной информации. Спасибо. Есть о чем подумать и есть о чем почитать в интернете. Кстати, об этом посмотрим, что там произошло в Крыму. В интернете еще, да. В Севастополе на индустриальной появился конкурент Симферопольскому перекрестку Красноармейская-Чехово. В комментариях люди пишут, что там необходим светофор, ведь несмотря на ограничение скорости в 20 км в час, аварии продолжаются. Все больше гневных публикаций размещают в соцсетях пешеходы. Причина – неправильная парковка. Эта проблема характерна для большинства крупных населенных пунктов. Мест для стоянки недостаточно, приходится бросать машины в пешеходных зонах и на тротуарах. Но ведь делать это нужно, оставляя хоть небольшой проход. Особенно страдают от этого мамы с колясками. Они вынуждены выезжать на проезжую часть, подвергая опасности и себя, и ребенка. Московская трасса. Традиционная утренняя пробка в сторону Симферополя. Обочина уже стала дополнительной полосой. Даже школьный автобус, несмотря на риск, движется по ней. Главная опасность – под большим весом земля может просесть, и транспортное средство слетит в кювет. Кроме того, водители, двигаясь по асфальту, не ожидают помеху справа. И при маневре возможно столкновение. Пешеход – такой же участник движения, как и автомобилист. Правила нужно соблюдать. На этом видео все закончилось хорошо. Но среагируя водитель не так быстро, и трагедии было бы не избежать. В фокусе нашей программы в очередной раз новый парк на мысе Фиолент. И снова пробка. Место, конечно, красивое. Все желают как можно быстрее там побывать. В комментариях отмечают, что это еще не сезон. При этом надеются, что власти найдут решение проблемы. Ну и мы надеемся, что власти действительно найдут решение. Пробкам, да, действительно. Потому что не единственный парк, куда долго стоять. Вот у меня есть история. Мы ехали в Никитский Ботанический, и мы развернулись на полпути, потому что в начале серпантина уже была образована пробка. Простояли мы 40 минут и решили, что в другой раз парк посмотрим. Все равно воспоминания еще свежие. Можно посидеть и повспоминать. Я, кстати, там была, вот в отличие от нашего Александра Ткачева, который, мне кажется, каждую неделю наведывается в Никитский Ботанический, я там была один раз со школьной экскурсией еще, и, наверное, у меня было максимум лет 13. Но я помню, что такие воспоминания впечатляющие, и обязательно нужно еще раз съездить. Тем более, что с возрастом и книги, и виды, оно все воспринимается совершенно по-другому. Абсолютно. Иначе в чем-то менее ярко, но в чем-то более насыщенно. Вот знаешь, задумываешься, смотришь на все эти красоты и думаешь о чем-то своем, о чем-то правильном, о чем-то по-настоящему теплом. Да и потом все эти воспоминания можно увезти с собой домой. Ты говоришь по-настоящему теплым, и как раз о доме я сейчас думаю, что кто-то лежит по-настоящему у теплой постели, не хочет из нее влазить, выбираться. На самом деле пора, пора просыпаться, пора, возможно, сегодня порадовать близких, любимых людей или себя любимого, любимую, побаловать себя, побаловать вкусным завтраком. Да, но легче проснуться было бы, если был маленький четвероногий пушистый поможник, который, конечно же, уже в 6 утра подорвался бы, начал бы гавкать, бегать, прыгать. Веди меня выгуливать. И мы можем помочь вам завести такого друга. Об этом прямо сейчас. Лора. Лора больше всего на свете любит гулять. Хотя, когда она попала в руки волонтеров, у нее была травма. Но она встала на лапы, и она будет самой лучшей семейной собакой и верным другом. Лора стерилизована и привита. Звоните Екатерине. Плюс 7978-713-22-47. Да, еще хочется рассказать, что было бы здорово, конечно, если Лора действительно бы нашла дом. Но помимо этого, тоже для жителей южнобережной жемчужины нашего полуострова в Ялте реконструируют 10 скверов и построят автомобильный мост через речку Быстрая. Ну и важно то, что сейчас ялкинцы сами могут с помощью голосования выбирать, какие места массового посещения людей нужно ремонтировать, реконструировать в первую очередь. Я помню, к нам приходил гость, мы обсуждали парки, и он привел в пример Ялтинские парки. Сказал, что места замечательные. Ну, действительно, когда ты посреди зимы сидишь возле потихолодного, но шепчущего моря, среди тропических, совершенно не спящих растений, ясное дело, душа отдыхает и наслаждается видами. Я уже, более того, я задумываюсь все чаще и чаще, вот так вот, как годы летят, так и задумываешься о том, чтобы перебраться куда-то к морю поближе, и даже уже становишься потихонечку, подчеркиваю пока, потихонечку, готовым к тому, что лучше, наверное, ездить, даже с учетом всех наших пробок. Но это я так сказала, поговорю, пока я вот не поездила хотя бы недельку. А перебраться к морю, правильно, поселиться, знаешь, на маяке, отрастить седую бороду, носить матросскую кепочку и кричать на всех пешеходов, говорить, что ничего они в жизни не понимают. Надо, мол, плавать, ходить под парусом. Кстати, о Бороде, интересно было бы узнать, что это вообще такое. Да, отрастить бороду, это ползит. Да, да, да. Вот что это такое, откуда оно берется и что оно делает на лице, да, давайте прямо сейчас и узнаем. Представители древней профессии жалуются. Работы мало, слишком большая конкуренция. И правда, только в Симферополе 12 барбершопов. Так чем отличается барбер от простого парикмахера? На первый взгляд, и те, и другие просто подстригают клиентов. Парикмахерский пришел, быстро подстригся и, грубо говоря, ушел. И следующий сел в кресло. Здесь же мы подбираем индивидуально каждому стрижку, форму бороды. А вот я еще хотела спросить, у вас борода настоящая? Это, да. А можно потрогать? Да. А вы долго растеряете? Пять месяцев. Барберы работают исключительно с мужчинами и их волосами. Каждая прическа предварительно детально обсуждается. Если в парикмахерской управятся минут за 20, то тут на стрижку и укладку уйдет как минимум час. Своего рода мужской клуб, где еще и угощают алкоголем и играют в компьютерные игры. Именно в барбершопах никогда не обслуживались женщины. Ну, и сами мастера всегда были вот только мужчины, ну, мужского пола. И вообще, есть, как бы, звучит легенда такая, что вообще барбершопы в основные, ну, которые появились в 18-19 веке, там вообще не пускали женщин даже, ну, даже в зал ожидания. Даже работать в этот барбершоп женщин не берут. Только мне согласились устроить мастер-класс. Уж слишком несерьезно дамы относятся к растительности на лице мужчин. В то время как джентльмены все чаще требуют креативного подхода. Но культура ухода за бородой пока только приживается в нашей стране. Я вот служил в армии много лет, и у нас, ну, в то время не разрешались ни усы, ни борода. Но если были какие-то дефекты, ну, что-то связанное с какими-то вещами, то это было специальное разрешение, что можно было там бороду носить, там усы, если это нужно было. Россия знает времена, когда борода была под запретом. Но и тогда мужчины пользовались услугами цирюльников-бродобреев. Но знаете ли вы, что цирюльник – это парикмахер, банщик с хирургическими навыками? Они могли стричь, вправлять вывихи, лечить зубы. Позже их сменили парикмахеры, а сейчас время барберов. Хотя последние считают, что их профессия древнее. Ведь первые бритвы появились в период древнеегипетской цивилизации. Конечно, в те давние времена такой профессии не существовало, а роль парикмахеров выполняли врачи и священники. Давайте узнаем, знают ли крымчане о барберах и пользуются ли их услугами. У вас очень красивые усы. Скажите, кто у вас барбер? Не знаю, что это такое барбер. Даже я не подозреваю, о чем это, о самолете, о пароходе, если быть до конца честным. А кто вам делает прическу? Кто занимается? Сам себе. Честно, я это делаю сам, автономно, то есть никому не привязан. А вот как ухаживаются? Дайте советы какие-нибудь практически. Ну, я ее мою пять раз как бы в день. То есть мою, ухаживаю, расчесываю, укладываю. Чем длиннее борода, тем за нею сложнее ухаживать. Зато для многих она становится символом мужской силы и гордости. Неудивительно, что растет не только количество модных цирюлин и барберов, а и цены на их услуги. А вот спрос на бритвы, напротив, сильно упал. С Илья Салямова, Руслан Хохлов, утро нового дня. Артем, а ты не хочешь отрастить себе вот такую вот живность на голове? Саш, скажу честно, мне хватает возни с моим кучерявым волосом, поэтому возни с моей кучерявой бородой мне точно не надо. Я вот решу для себя оптимальная длина сантиметра и пока что длиннее не отращиваю. Да, я скажу честно, любимые женщины сразу начинают капризничать. Мол, непонятно на кого похож, хотя я не согласен. Ну, ты знаешь, в любом случае тебе всегда сможет дать качественный хороший совет Салья. Она не только снимает, не только узнает все про бороды, но и все о погоде. Она сейчас уже на прямой связи со студией. находится наша Салья в центре Симферополя, крымской столицы. И надеюсь, что мы сейчас тоже ее услышим. Конечно. Доброе утро. Доброе утро, Крым. Доброе утро, коллеги. Надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение. По крайней мере, погода к этому располагает, хотя сегодня будет значительно прохладнее, чем предыдущие дни. Причиной тому атмосферный фронт, который несколько снизит температурные отметки, но тем не менее в Симферополе сегодня ожидается до 6 градусов тепла, при этом синоптики не прогнозируют осадков, хотя вот я сейчас нахожусь в районе центрального рынка и стоит отметить, что на небе достаточно облачно, но надеюсь, что днем распогодится. Также хотелось бы сказать, что есть небольшая дымка на улице, это говорит, что небольшой туман присутствует, но по моей 12-ти бальной шкале я дам все-таки не более 1 балла. Тем не менее, несмотря на такие температурные показатели, как я уже сказала, синоптики ожидают и снижения, можно сказать, что в Симферополе и в Крыму в целом уже ощущается дуновение весны и ее первые предвестники, например, крымчане уже заметили, что на некоторых деревьях начали распускаться почки, и даже где-то появились первые цветы, но в Симферополе еще более интересная ситуация, здесь цветут не только деревья, а также заборы переходов, домов. Вот, например, сейчас я хочу вам показать такую цветочную оранжерею, которая совсем недавно появилась в районе центрального рынка. Посмотрите, как это красиво выглядит. Я знаю, что это творчество принадлежит художеству некоторых наших местных мастеров, одного из которых зовут Дмитрий, и до этого он разрисовал в хорошем смысле этого слова забор в парке Гагарина. Там тоже можно увидеть такую вот цветочную картину. И от себя хочу добавить, что такая вот цветотерапия, она значительно поднимает настроение, поэтому, если есть возможность, обязательно приезжайте сюда, сфотографируйтесь, сфотографируйтесь и посмотрите на эти художества. Они правда заряжают отличным настроением, чего я и вам желаю, коллеги. Ну, если кому-то поднимает настроение цветотерапия, то нам поднимает настроение Салия Салямова, вот ее милое улыбчивое лицо, которое действительно вот как заряд бодрости, а еще как она свежа сегодня. Это точно. И на таком прекрасном фоне я надеюсь, что только таким образом будут разрисованы заборы и дома Симферополя, да и всего полуострова, потому что, например, мой балкон разрисован совсем не так красиво и вряд ли Дмитрием. Но Салия, к сожалению, может быть не везде, ну, не в любой точке Крыма, как минимум. И поэтому о том, что же там на погодном фронте по всему полуострову прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А мы не удержались и решили своими глазами посмотреть, что же там происходит в нашей столице Симферополе. Для этого давайте взглянем на чудесную веб-камеру, расположенную в Екатерининском сквере. И вот это самое светлое изображение, картинка с помощью онлайн-камер, которую мы могли видеть, наверное, за последнее время. Это правда, светло, ну, уже не как ранним утром, почти что как после рассвета, вот, близимся ко дню. Так и небо чистое. Небо чистое, конечно, сероватое, но в феврале все-таки, да и прогноз мы видели, знаем, что впереди немного небольшое похолодание. И, насколько я знаю, кстати, вот такое светлое небо, это и значит, что будет морозная, да, погода? Возможно, возможно, я не синоптик, народные приметы по погоде тоже почему-то не знаю, я просто их не знаю, не могу сказать, что не верю, но да, но фонари еще горят, значит, утро ранее, но люди уже вовсю ходят, автомобили традиционно, как всегда, уже образовали пробку. Ну, просто улица Ленина, видимо, излюбленное место для водителей, а не знаешь, ребята, давайте соберемся сегодня ближе к восьми и образуем пробку возле кольца. Просто обрати внимание, сколько птиц летят. Да, да, птицы, наверное, это те птицы, что зимовали в Крыму, но ведь совсем скоро в Крым вернутся все эти птицы, которые из него улетали. Я вообще не знаю, улетал ли кто-нибудь, лично я бы из Крыма не улетал, да что там эти холода, потерпеть чуть-чуть. А я успела слетать туда-обратно. Ты успела? Спела. На юг? Нет, не на юг, я наоборот полетела, куда посевернее. Так ты птица наоборот, да? Ну, как-то так вышло. Ты-то птица, которая думает, какая не холодная зима, слетаю-ка я куда-нибудь подальше. Я уже вторую зиму подряд так делаю и вообще не понимаю, зачем я так поступаю, вот честное слово. А я знаю, зачем мы сейчас с тобой попробуем найти, что там происходит еще в Симферополе. Вот в прошлый раз мы смотрели, что в Грессе. Давай в этот. Да, мы сейчас найдем и покажем, что происходит сейчас в районе Гресса. А вот, пожалуйста, все уже прекрасно видно. Небольшой эффект фиша у нас получился. Смотри, левая башня слегка кривоватая. Надеюсь, это исключительно у нас в студии. Так видно? Мы ненарочно ее исказили, но я хочу сказать, что вот это интенсивное движение. Ну, вообще, в понедельник он славится тем, что лучше всего пораньше выезжать из дома, потому что самое большое количество пробок таких самых, ух, они по понедельникам. Да, да, совершенно верно. Причем, на самом деле, тут же пробки нет, да, из-за правильного ограничения скорости машины движутся, но поток такой массивный. Видимо, все жители пригорода с этой стороны спешат в город на работу. Ну, мы в любом случае уже всех вот так вот именно подготовили, подвели к тому, что, ребята, смотрите, что сейчас происходит прямо на улице. Конечно, конечно. И вот мы вам сообщаем, что если вы едете из пригорода, то давайте уже собирайтесь, постепенно выезжайте, потому что, ну, поток уже интенсивный, солнце встало, и совсем скоро, я подозреваю, будет не так просто добраться до места назначения. Да, поэтому о пункте назначения, о дороге к нему лучше подумать заранее, тем более, что сегодня свежо, светло и достаточно так вот ярко. Пусть пока не солнечно, но все-таки в глубине души. Конечно, в глубине души, во-первых, солнышко после нашего эфира, я надеюсь, светит у каждого, но мы надеемся, что солнце вот-вот встанет и будет неким путеводным маяком, который скажет, пора, пора выходить из дома, собираться, ехать на работу. Но про настоящие маяки, не небесные, у нас есть специальный репортаж, прямо сейчас вам его и покажем. Здесь, на мысе Айтадор, находится самый старинный на южном побережье Крыма маяк. Он был построен в 1835 году по распоряжению адмирала Лазаревой. Находится он на том самом месте, где когда-то была цитадель римлян, которая называется Харакс. Уже почти два века мореплавателям указывает безопасный путь вдоль Ялтинского побережья зеленая звезда Айтадорского маяка. Его сигнал можно увидеть за 40 километров. Раньше здесь была другая маячная башня. Ее строение относит к временам обитания древних греков. Высота над уровнем моря здесь 87 метров. Это для мореплавателей маяк путеводная звезда, а для Михаила Нищенко рабочее место и неотъемлемая чай жизни. До этого он работал смотрителем на мысе Сарыч. В феврале прошлого года переведен сюда. 33 года он посвятил маячному делу, о чем ни капли не жалеет, ведь его профессия такая романтичная. Естественно, как без романтики было идти молодым парням посвящать свою жизнь вот такой вот работе. Дело в том, что, как обычно, маячники живут семьями, такими маленькими кланчиками, практически на необитаемых островах иногда, чаще всего на большом удалении от людей, Вместе с Михаилом мы подошли к маяку в предвкушении чего-то необычного. Если театр начинается с вешалки, то экскурсия по маяку берет свое начало со ступенек старинной лестницы. Она, наверное, не менялась с тех пор, еще как маяк строили. Каждая такая конструкция особенно имеет неповторимую биографию. Людей называют по именам, а маякам присваивают порядковые номера. Это устройство собрано из четырех линса сверху, закрыто зеленым светофильтром. Для включения лампы требуется определенное время, что мы и будем сейчас наблюдать. Дальность видимости 24 мили, то есть в хорошую погоду маяк виден очень далеко. И штурман, естественно, берет пелинг на маяк. Настало время долгожданного включения. Пока смотритель пошел вниз приводить действие маяк, я не смогла сдержаться и когда щелкнул рычаг, поднялась к радару. Начал крутиться. Один оборот за 6 секунд. А сейчас то, что мы включили, мы не нарушаем никакой режим? Да нет, конечно. Но днем-то за маяками не наблюдая, работал всего три раза. Две русско-турецкие войны и Великую Отечественную. После второй турецкой маяк был полностью переделан и приобрел нынешний вид. Мы дали зеленый свет Черному морю, теперь нас видно на целых 45 километров, несмотря на то, что сейчас день. Этот маяк любит разговаривать в ветреную погоду. Кажется, что сейчас он хочет что-то сказать особенное. Самый большой разговорщик у нас флюгер, который находится на нем. Он вращается под действием ветра. Каждый в этом мире имеет свой жизненный ритм. Маяк тоже не исключение. Его включают и выключают по специальным таблицам захода и восхода солнца. График висит у Бахтинова на столе и он в определенное время зажигает и гасит свет. А сегодня во сколько его включали утром? В 7 часов 46 минут выключение было. Согласно таблице. Помимо основного маяка на балконе есть еще один на всякий случай. Если основной в музее Тедорского маяка есть книга почетных посетителей, которая сама стала экспонатом. Гости, посещавшие башню, оставляют благодарные записи, расспрашивают о подробностях такой романтической службы. Архивы сохранили подробные отчеты о пребывании здесь в свое время Льва Толстого, Антона Чехова, Владимира Маяковского, о визитах на маяк царствующих особ и великих князей, короля и королевы Дании. А чего стоит коллекция астрономических приборов, собранная почти за три десятилетия. Оказавшись на веранде, я попала в целую сокровищницу гидрографического мира, где можно встретить очень интересные экспонаты двух прошедших веков. Свинцовые, каменные якоря, коллекция фонарей, горелки, сигнальные буи, другие ценные экспонаты можно встретить на веранде. Например, эти баллоны одна из первых конструкций маячного устройства, которое работало еще на керосине и требовало постоянного присутствия рядом смотрителя. Накачивается керосин вот в эти емкости, поднимается давление до двух килограмм и вот такая вот керосинно-калилильная установка с магниевой сеткой внутри зажигается на башне маяка и светит. Мыс славится своими красотами, отсюда открывается поистине изумительный вид на Ялтинское побережье, гору Кошку. Живописность и величие этих пейзажей в свое время оценили многие члены императорской семьи, известные русские литераторы и художники. Безмолвный свидетель смены эпох приютился практически на краю самого обрыва. Кроме кипарисов по соседству с маяком гигантское фисташковое дерево возрастом более тысячи лет. Именно она когда-то служила ориентиром для древних мореплавателей и сегодня Айтодорский маяк исправно указывает путь мореплавателям и по-прежнему привлекает гостей своей красотой и необычной атмосферой. Переступая ворота маяка словно оказываешься в другом измерении где время замирает а современность причудливо переплетается с историей. Вот так бодро и ну по-настоящему интересно прошел первый час второй час будет не менее интересным потому что прямо сейчас мы уйдем сразу на двух телеканалах это Первый Крымский Крым 24 в прямом эфире пожалуйста смотрите не пропускайте но и на работу собираться не забывайте. Я напомню что сегодня понедельник 18 февраля что сегодня уже 8.00 на часах поэтому если у вас более поздний подъем чем у нас на работу то тоже не проспите а мы для этого сделаем все чтобы вы не проспали во-первых во-вторых ваше утро было по-настоящему ярким бодрым теплым и душевным да поэтому мы и расскажем что интересного произошло поговорим о новостях да и я уже готова рассказывать о важных и интересных новостях и начнем с того что через год в России не останется ни одного лифта которому больше 25 лет стариков заменят молодые и современные 65% подъемников в Крыму также заканчивает свою службу в следующем году люди ждут нового внутридомового транспорта а долго ли им осталось стоять на конечной остановке узнавала наш корреспондент Лиля Виджат эти кадры девятиэтажного дома на улице Балаклавская в Симферополе всколыхнули всю Россию 2 марта прошлого года молодая мама с полугодовалым сыном вышла на прогулку внезапно двери лифта зажали коляску женщина и ребенок погибли по данным следственного комитета смерти женщины и грудного младенца виновны 4 должностных лица они проигнорировали правила безопасности что привело к трагическим последствиям уголовное дело в скором времени передадут в суд лифту убийцы 26 лет его срок службы истек за год до трагедии в том же доме на Балаклавской на седьмом этаже живет Екатерина Якимчук инвалид войны из-за отсутствия лифта год не выходит на улицу внутридомовой транспорт с марта прошлого года отключен я могла заехать в эту кабинку и спуститься вниз и поехать а сейчас да я уже вот только в окошко смотрю в подъезде чисто многоэтажный дом регулярно посещают комиссии но лифт в подвешенном состоянии в буквальном смысле по сегодняшний день нам ничего не заменили по факту куда мы не обращались вот у нас собраны все бумаги я вам передам после страшного случая жильцы опасаются железной кабины но понимают она необходима и пожилым и молодым согласно информации МОПа сейчас готовят проектно-сметную документацию мы в центральной жилсерии заключили договор с крымской лифтовой компанией для проведения работ по Балаклавской 81 подъезд 1 перечислены деньги на приобретение материалов и в данный момент ведутся работы после окончания работ будет повторно вызван эксперт который проверит выполнение работ и даст согласие на дальнейшую эксплуатацию в этой многоэтажке на первой конной армии Евгений Челноков живет на восьмом этаже без лифта жизнь пенсионера превратилась в испытания лишний раз не спустя звонишь кому-то чтобы что-то попутно захватили нам принесли но иногда конечно спускаешься но это очень тяжело дому более 40 лет летом прошлого года комиссия определила лифт технически непригоден опечатали несколько месяцев жильцы этого дома спускались и поднимались пешком а ведь основная масса проживающих это пожилые люди 1 февраля лифт подключили жители опасаются что история может повториться в подъездах два лифта оба периодически дают сбой по словам жителей отремонтировать готовы просят собрать с одного подъезда более 80 тысяч рублей лифт запущен но не оплачена работа я так поняла не оплачена нет денег в МУПе информацию о сборе личных средств опровергают объясняют эксперт ежегодно должен обследовать подъемник и предоставить заполненный акт в котором указаны замечания после их устранения возобновляется работа мы предложили и провели собрание жителями озвучили какая ситуация то есть что было проведено обследование что необходимо производить такие-то такие-то работы вот также были написаны письма и министерства вот и инспекцию о том что необходимо идти и фонд капитального ремонта о том что необходимо их включить в ближайшее время на капитальный ремонт 19-й год а жителей мы поставили в известность что такая-то такая-то сумма с них никто средства не взимает мы просто провели собрание о том чтобы они знали в какой ситуации находятся их лифты лифтовый век 25 лет после этого их нужно заменять или модернизировать в России этот процесс должен быть закончен до февраля следующего года в Крыму в прошлом году установили около 250 новых подъемников в этом году выделили более 90 миллионов рублей на обновление жизненно важного внутридомового транспорта Лили Виджат Иван Евдокимов новости 24 В Симферополе благоустроят памятные места времен войны их внешний вид это историческое лицо города мы не имеем права забывать трагические годы войны и подвиг наших дедов и прадедов администрация столицы Крыма выделила 10 миллионов на уход за памятниками и облагораживанием территории вокруг них в каком состоянии находятся объекты расскажет наш корреспондент Елена Байрамова без прошлого нет будущего в этом убежден студент Мансур Шепкетов из Симферополя на занятия он идет по этой тропе мимо первого гражданского кладбища возле стадиона локомотив Каждое утро я хожу через это кладбище и то что оно все грязное заросшее это неправильно постоянно мне кажется нужно делать субботники убирать памятники не застырять как все ходят мусор бросать В этих братских могилах покоятся больше 150 воинов партизан и подпольщиков умерших в местных госпиталях в 1944 году со временем стерлись буквы многих фамилий уже и не прочитать в этих зарослях сложно разглядеть памятники очень конечно неприятно что наши памятники тут разбиты не помним мы не ценим наших предков которые воевали за нашу жизнь памятники надо восстанавливать поддерживать не помнить наше прошлое мы не знаем наше будущее конечно везде надо все наводить в порядок и не только раз в году перед праздником победы на улице Беспалова находятся две братские могилы и отдельные захоронения памятники и мемориальные плиты нужно побелить и покрасить а территорию полностью очистить от мусора и зарослей памятники разрушают время и люди они страдают от рук вандалов и равнодушия невооруженным глазом видно их плачевное состояние в конце прошлого года рабочая группа активистов провела рейд и зафиксировала где в срочном порядке нужно провести реставрацию и благоустройство мы сейчас находимся на братской могиле воинов погибших при освобождении города и Крыма по улице Титова здесь мы видим состояние этой братской могилы неухоженное и конечно обидно когда и ветераны Великой Отечественной войны и молодежь население города с грустью приходит сюда возложить цветы и видит такое состояние этой братской могилы всего в столице находится около 60 военно-мемориальных объектов связанных с событиями Великой Отечественной войны администрация города выделила 10 миллионов рублей это на текущее содержание их подготовка к празднованиям определили что выйдем комиссионно в понедельник осмотр сделаем то что нужно поправить что нужно исправить что нужно подкрасить в течение года естественно мы будем поддерживать когда поддерживаешь потом меньше работы перед самым праздником ухоженные памятники и скверы вокруг них должны стать местами активного посещения и для симферопольцев и для гостей города Елена Байрамова Иван Евдокимов Андрей Заричный новости 24 Ну и самое время рассказать еще одну новость в Крыму ужесточили бесплатное посещение музеев для льготников и детей возрастной ценз изменился если раньше бесплатно можно было посещать музеи детям до 16 лет то теперь детям до 7 лет ну и что хорошего в этой новости помимо всего того что я перечислила что увеличено предельное число бесплатных посещений музеев с одного раза в месяц до двух раз в месяц то есть ходить теперь можно за счет 16 летних разрешили 7 летним ходить по два раза проблема для меня актуальная давно потому что даже когда мне было 7 лет мне приходилось доказывать что мне 7 чтобы прокатиться на аттракционах в детском парке немножко дешевле но на самом деле это хорошо что есть куда ходить это важно продолжать делать несмотря на то что музеи теперь стали ну стали платными для вас даже если вам 16 а ведь сходить действительно есть куда и прямо сейчас мы вам и расскажем об этом в центральном музее Тавриды продолжается выставка Таврический вояж экспозиция посвящена путешествию Екатерины Великой в Крым в коллекции представлены мебель, зеркала, посуда которые использовались во дворце и были сделаны турецкими, иранскими и крымскими мастерами главной изюминкой всей выставки является мундирный костюм Екатерины как шефа лейб-гвардии конного полка время открытия музея 9.00 сегодня в кинотеатрах комедия 7 ужинов главные герои супружеская пара чувства которых уже давно прошли момент когда семья окончательно разваливается и дело доходит до развода молодой человек предлагает компромисс 7 свиданий но каждая из которых должно будет пройти экзотично комедия от Кирилла Плетнева во всех кинотеатрах время сеанса вы можете подобрать самостоятельно для детской аудитории в кинотеатрах Лего фильм 2 продолжение комедии конструктора спустя 5 лет после предыдущей схватки к жителям Лего города из космоса приходит новая угроза захватчики Лебо Дупло каждый из героев особенный им придется доказать свою смелость мастерство и находчивость сеансы проходят в утренние часы в кинотеатрах список фильмов пополнился картиной «Громкая связь» ремейк итальянского хита «Идеальные незнакомцы» от московского театра «Квартет И» в центре повествования семеро друзей три пары и один холостяк за общим столом не остается ни одного секрета все сообщения читаются вслух а разговоры по телефону исключительно на громкой связи тут-то и начинается самое интересное для отечественной версии фильма шутки и финал переписали полностью время сеансов вы можете выбрать самостоятельно а чтобы добраться до кинотеатра или до музея нужно знать стоимость бензина об этом прямо сейчас вам расскажу слушайте внимательно газ стоит 28 рублей 19 копеек он стоит конечно же почти в два раза дешевле дизельного топлива которое сейчас имеет цену 51 рубль 27 копеек 92-й бензин дешевле хотя говорят что дизельный двигатель экономней 47 рублей 17 копеек он стоит а вот 95-й стоит 50 рублей 25 копеек естественно дороже 92-го 98-й бензин бензин для владельцев спортивных мощных автомобилей стоит 56 рублей 59 копеек хотя говорят хотя говорят что вот на малолитражке с ним расход только увеличивается поэтому ни экономии ничего а вот насчет экономии хотелось бы рассказать еще вам про курсы валют о них прямо сейчас и поговорим ситуация конечно же изменчивая что доллар что евро немножко выросли доллар стоит 66 рублей 70 копеек смотрим на зеленую стрелку понимаем что по сравнению с днями минувшими он стоит немножко дороже с евро ситуация такая же 75 рублей а 24 копейки вот прямо сейчас так дела обстоят на рынке валют ну и на рынке топлива тоже ситуация схожая растут конечно цены не критические но все равно некоторые изменения происходят Саша уже спрашивал смотришь ли ты на цены когда заправляешь автомобиль сказала что нет и вот я если честно решил для себя поступать точно так же и на данный момент на цены когда заправляю автомобиль не смотрю но зато решил ездить меньше чтобы топливо в баке экономить ну во первых и для здоровья полезно особенно если живешь не очень далеко допустим от работы но в магазин уж точно обязательно за хлебом ходить нужно не на такси в булочную да а пешком потому что и для здоровья и для экономии да и судя по тому что там снимают эти видеорегистраторы на дороге Крыма иногда лучше оставить машину и пройтись по парку пешком кстати об этом прямо сейчас вам и расскажем что там произошло в Крыму и что из этого попало в сеть в Севастополе на индустриальной появился конкурент Симферопольскому перекрестку Красноармейская Чехова в комментариях люди пишут что там необходим светофор ведь несмотря на ограничение скорости в 20 км в час аварии продолжаются все больше гневных публикаций размещают в соцсетях пешеходы причина неправильная парковка эта проблема характерна для большинства крупных населенных пунктов мест для стоянки недостаточно приходится бросать машины в пешеходных зонах и на тротуарах но ведь делать это нужно оставляя хоть небольшой проход особенно страдают от этого мамы с колясками они вынуждены выезжать на проезжую часть подвергая опасности и себя и ребенка Московская трасса традиционная утренняя пробка в сторону Симферополя обочина уже стала дополнительной полосой даже школьный автобус несмотря на риск движется по ней главная опасность под большим весом земля может просесть и транспортное средство слетит в кювет кроме того водители двигаясь по асфальту не ожидают помеху справа и при маневре возможно столкновение пешеход такой же участник движения как и автомобилист правила нужно соблюдать на этом видео все закончилось хорошо но среагируя водитель не так быстро и трагедии было бы не избежать в фокусе нашей программы в очередной раз новый парк на мысе Фиолент и снова пробка место конечно красивое все желают как можно быстрее там побывать в комментариях отмечают что это еще не сезон при этом надеются что власти найдут решение проблемы ну и хочется рассказать что специалисты планируют проверить качество питьевой воды в Крыму ну речь в том числе идет об бутилированной воде а вот ты какую пьешь? я пью у нас и фильтр стоит дома семиступенчатый насколько я знаю сейчас я не хвастаюсь я просто фактически деселерант на самом деле на тему чего я немножко переживаю ну просто вода которая продается в больших емкостях не только она как бывает в высшей категории и первой ну то есть разница в чем что вода первой категории это вода которая основное свойство которой утоление жажды то есть она имеет хорошие свойства но однозначно является безопасной по химическому составу и показателям а вот вода какой категории сейчас скажу а вот к воде высшей категории предъявляются дополнительные требования по обогащенному химическому составу вот такие вот разницы я даже не знала когда покупаю эту пятилитровую емкость я даже не знала какую воду я покупаю первой категории высшей категории а вот специалисты будут разбираться качественная она у нас или нет специалистов пусть разбираются воде а мы тоже кое в чем разбираемся например у нас тоже есть своя фишка высшей категории это стримы прекрасной сали прямо сейчас она с нами на связи поэтому давайте посмотрим куда же она отправилась в этот раз еще раз доброе утро сегодня понедельник 18 февраля и хотелось бы отметить что этот факт как-то влияет на дорожную ситуацию но увы нет потому что машин уже в городе достаточно много хотя о пробках говорить еще рано но в принципе от центрального рынка до улицы Трубаченко мы доехали достаточно быстро и стояли только наверное на светофорах в пробку мы не попали к счастью хотя более подробную ситуацию более подробную информацию я предоставлю через полчаса тогда будет уже как-то более наглядно что ли какая у нас ситуация на дорогах в это время уже ожидается час пик ну а пока что сейчас можно легко и быстро доехать до своей работы но я нахожусь на улице Трубаченко как я уже сказала и здесь наблюдаю не очень приятную картину в отличие от предыдущих где мы видели цветочную оранжерею созданную симферопольскими художниками а здесь мы видим вот такой вот столб который просто-напросто облокотили на сейчас я покажу вам более подробно облокотили на здание а на нем много проводов и вот например здесь также можно увидеть сейчас подойду более ближе поближе вы можете увидеть тоже как висят провода свисают просто и это посреди улицы здесь за мной вы видите много жилых зданий многоэтажек а это значит что здесь также много живет детей которые каждый день ходят до остановки она здесь находится совершенно недалеко и конечно же они проходят мимо этого места и вы понимаете какой опасности они себя подвергают потому что столб не закреплен его просто облокотили на здание причем огромное количество проводов на нем то есть при каком-то значительном порыве ветра этот столб может упасть кому-то на голову я надеюсь что коммунальные службы обратят внимание на эту ситуацию и в ближайшее время ее исправят но вот пока что такие у меня для вас новости может быть не очень хорошие но тем не менее мы бдим за ситуацией которая происходит у нас в городе коллеги ну действительно опасная ситуация свисают провода они же наверняка высоковольтные да еще и столб облокотили ну прям какая-то неправильная геометрия вообще конечно активным гражданам лучше не лезть и не вмешиваться здесь дело для специалистов высококвалифицированного человека который понимает как все это электричество работает да одно дело что можно оставить заявку сообщить об этом в городскую администрацию но пытаться самостоятельно как-то это исправить дело нежелательно потому что последствия могут быть разные а вот где лучше принимать участие так это в воспитании детей при том что сейчас для этого много есть современных прогрессивных программ в принципе о чем мы сейчас уже готовы вам рассказать к развитию своего ребенка заботливые родители подходят с умом учитывая актуальность профессий будущего ведь именно в раннем дошкольном возрасте дети лучше всего впитывают информацию для нас взрослых это просто колесо а для детей это инструмент развития методики самые разные главное творческий подход ведь любые занятия должны быть в первую очередь интересными информатика уже не та программирование язык будущего на первые позиции прогресса выходит робототехника дети с интересом не только играют в компьютерные игры но и изучают процесс их создания мы с ребятами в клубе занимаемся самыми разнообразными направлениями связанными с инженерным делом наша главная компания совместно с центром Сколково занимается разработкой направления детской робототехники в области нейротехнологии и оборудование которое могло бы позволить ребятам использовать не только датчики стандартные роботов но и показания которые они снимают с собственного тела например активности головного мозга или других физиологических показателей и использовать эти показатели для управления собственными роботами собственными моделями информация усваивается легко и что важно комплексно математика, физика, механика, программирование биология, бионика, астрономия всего и не перечесть дети сами хотят знать элементарные правила и законы базовых наук ведь без этой информации не смогут собрать, например, радиоуправляемого робота мне нравится больше всего собирать, программировать я очень люблю программировать потому что выполнять всякие роботы ошибки их исправлять потом с ним всякие полезные вещи делать мы уже собирали робота-пылесоса он может дома все чистить мы с костей вкручиваем деталь для того, чтобы вставить эрунду сначала традиционно дается теория а затем дети могут на практике собрать и запрограммировать своего робота интерес ребенка к науке преподаватели вызывают с помощью игры все форматы являются интерактивными то есть в процессе посещения и дети, и взрослые развлекаясь, получают таким образом знания об окружающем мире даже не замечая этого как говорил когда-то Конфуций расскажи мне, и я забуду покажи мне, и я запомню дай сделать самому, и я пойму вот наша основная концепция дети не просто слушают лекцию как на уроках химии или физики а активно взаимодействуют с экспонатами проводят опыты и совершают эксперименты благодаря такой методике ребенок узнает, что наука оказывается может быть веселой и интересной правда перегружать информацию тоже не стоит известны многочисленные случаи переутомления в раннем возрасте ведь нагрузку на мозг ребенка тоже нужно распределять правильно безусловно знание сила и век технологий без этого никак но давайте не будем забывать что даже ребенок вундеркинд это прежде всего ребенок и у него должно быть детство Ксения Шарапановская Иван Ковалев Утро нового дня ну а я хочу напомнить автомобилистам что из-за дорожных работ изменилась схема движения на трассе Симферополь-Армянск конкретно если быть конкретнее в районе села поворота на село Совхозное под Симферополем переключили движение с одной половины дороги на другую то есть автомобилисты пожалуйста будьте внимательнее я знаешь еще бы хотел кое-что напомнить очень часто когда еду по межгороду вижу неприятную картину ну скажу сбитые животные к сожалению очень жаль да ведь многие из них наверняка были просто потеряшками которые пытались вернуться домой потому что это чаще всего собаки да и кошки друзья нужно быть внимательней и добрее к окружающим нас четвероногим да и даже двухкрылым друзьям кстати одной из них вы можете помочь прямо сейчас мы вам о ней расскажем Лора Лора больше всего на свете любит гулять хотя когда она попала в руки волонтеров у нее была травма но она встала на лапы и она будет самой лучшей семейной собакой и верным другом Лора стерилизована и привита звоните Екатерине плюс семь девять семь восемь семьсот тринадцать двадцать два сорок семь ну ничего собой поделать не могу животных люблю благо в интернете видео с животными такое огромное количество что своего можно и не заводить ну в квартире будет не очень удобно а так по крайней мере смотрю любую у меня одни рекомендации в инстаграме исключительно животные признаюсь тебе ну у меня это не только животные это и новости и какие-нибудь модные новинки но тем не менее когда натыкаясь на какое-нибудь милое видео с животными то тоже не могу просто взять его и переключить особенно если это какие-нибудь забавные большие дикие животные которые контактируют мирно контактируют с людьми это когда допустим кто-то не то чтобы приручил а нашел общий язык с медведем или с гигантской опасной хищной кошкой да когда кошки бросаются на своих я даже не знаю кого спасителей возможно возможно те кто за ними ухаживает и обнимают облизывают а ты сидишь на нервах и думаешь ну вот вот же наверное цапнет все таки дикий зверь да нет конечно же это не так потому что даже дикий зверь ценят заботу тепло и любовь и людям тоже надо бы научиться это делать но в интернете на самом деле гораздо больше чем только видео с животными и все самое интересное мы вам прямо сейчас и покажем безрельсовый поезд успешно прошел испытания при температуре минус 20 градусов он больше похож на автобус колеса обычные с резиновыми шинами состоит поезд из трех вагонов вмещает 300 пассажиров благодаря системе предупреждения столкновений вероятность дтп мала такой транспорт функционирует уже два года в городе Чжоу после последних испытаний стало ясно что использовать поезд можно и в северных районах солист кавер группы кис бобби дженсен настолько брутален что даже не заметил как его шевелюра стала полыхать благо помощники исправили ситуацию за несколько секунд пламя было сбито но а что бобби он продолжал петь ведь это настоящий рок в швейцарии робота научили кататься на коньках когда он сделал первые движения один из зрителей воскликнул я начинал точно так же главное чтоб труд ученых был не напрасным и такие машины помогали человеку например в спасательных операциях на льду турбулентность во время полета явление частое но иногда она бывает настолько сильной а главное неожиданной что травм не избежать самолету пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Джона Уэйна тележки перевернуты три человека доставили в госпиталь это видео было сделано в городе на Неве казалось бы трое мужчин вышли на борьбу с сугробами один из них надел жилет взял в руки лопату но после нескольких фотоснимков порыв улетучился а сугробы остались на месте исчезнут они видимо только весной китайский новый год позади для пан зоопарки провинции Цычуань он стал настоящим праздником подарки понравились медведи с радостью начали все рвать ломать грызть все счастливы и четвероногие любители бамбука и работники зоопарка праздник удался ну а нас в студии уже ждет гость сегодня к нам пришел директор муниципального бюджетного учреждения город Николай Коновало здравствуйте здравствуйте доброго вам утра спасибо вам ну мы знаем что сейчас Симферополь активно устанавливает освещение да и вот расскажите на каких улицах уже установили ну на сегодняшний день в рамках текущего содержания то что у нас выделены были средства значит мы занимаемся ремонтно-восстановительными работами вот на сегодняшний день у нас произведена замена 850 приблизительно ламп заменено это на 115 улицах это на которых не работало раньше или просто заменили нет просто замена где-то то есть вывели каждую улицу из этих 115 на стопроцентное арене так скажем а какие-то центральные какие-то улицы где мы можем теперь безопасно ходить очень много улиц их всего 115 ну перечислять это нет ну в принципе по районам я имела ввиду может быть по районам это по всему городу в принципе это же выполняются заявки жителей то есть у нас диспетчерская служба принимает заявку и она отрабатывается выезжают проверяют и производят замену вот так же и восстановление проводов где оборваны были то есть ну 115 улиц плюс это внутри дворовые территории ну так же у нас на сегодняшний день союза министров выделены на республики крым выделены на средства размере 100 миллионов на наружное освещение вот подготовленные улицы то есть это микрорайон это 146 улиц будет восстановлено это в этом году да 146 улиц будет восстановлено освещение вот ну это микрорайоны белое потом 51 армии потом Новоромановка там не было да ну там есть оно было вот утеряно было в нулевых годах так скажем вот ну мы восстанавливать будем вот ну и также центральные улицы тоже замена будет светильников все это будет по энергосберегающим технологиям то есть будут светодиодные светильники установлены вот мы планируем в дальнейшем заменить управление то есть будет с диммированием здесь будет плавно загораться и уменьшение увеличение яркости постепенно да это очень интересно это прямо город будущего если легкие сумерки они слегка подсвечивают да нет 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 это будет по 261 фазе это энергосбережение это будет значит мы ограничиваем после 12.00 до 5 утра ограничиваем освещение потому что жители спят все равно должно быть сегодня у нас система работает по графику вот мы каждые два светильника через два выключаем то сегодня в будущем будет не будет выключаться будет уменьшаться яркость в соответствии с этим и будет уменьшаться потребление электроэнергии ну это звучит интересно да и более того мне кажется выглядеть это будет гораздо серьезней конечно но что касается жителей наши корреспонденты вышли в город и спросили что они думают о ситуации с освещением на данный момент давайте посмотрим благоустройство двора надо начать с тротуаров убрать машины конечно стал город намного светлее и лучше красивее судя 46 годом да я считаю очень хорошо я иду отдыхаю я даю слово конечно лучше стало чем было ну желательно чтоб не только центр а чтоб двигались немножко в глубинку конечно город процветает даже крым город вообще преображается очень здорово все красиво все строится процветает знаете вечерами я нахожусь в грейсе вот грейс светлее не стал вот я живу на куйбышева он темный после восьми вечера невозможно выйти потому что идешь и светишь фонариком я существенно заметил особенно когда возвращаюсь в позднее время с работы точно стал светлее хотелось бы чтоб в районах уже как бы было освещение потому что там ну люди гуляют с детьми чтоб когда возвращаются если просто с работы чтоб тоже было все и по районам освещено как бы потому что есть такие районы что как бы немного еще страдает город даже на наших улицах вот на залезка я живу на говына у нас освещение очень хорошее я сюда вот переехал полгода я просто не на радость и вообще все эти вот какие-то измышления о том что здесь плохо я вот катаюсь раз в неделю по тавриде вообще прекрасно я бы хотел чтобы еще обратили внимание на район 7 горбольницы потому что там ну не все улицы далеко не все улицы освещены допустим я живу на улице дружбы там вообще нет освещения и ночью идти ну мне в принципе ладно а вот девушкам допустим ночью ходить сложновато очень вот видите мы вышли вы вышли и светлее стало ну светлее сейчас становится естественным потому что солнышко поднимается и диммирование у солнца тоже настроено чем позже тем ярче да ну это до зенита до обеда я хочу сказать что вот на улице которой я живу тоже все в порядке я живу на улице воровского вот а в принципе по старому городу если вот брать в углопе то планируется ли какие-нибудь там улицы дополнительно осветить старый город полностью сто процентов будет освещен в этом году то есть там будут установлены светильники в свое время когда там были сделаны линии восстановлены все то есть готово к тому сейчас закупим светильники устанавливаем и будет светло ну а примерно по срокам мы можем как-то людей сориентировать ну судя по ну потому что нам закупить материалы нужно это 44 фазе поэтому где-то начало апреля мы начнем работать в планах как я понимаю все равно светить рано или поздно весь город не должно быть темных участков хотя вот помню по опыту посещения больших городов по ночам там небо даже оранжевое потому что светятся они как новогодняя елка видимо асфальт отражает это все и поднимается конечно демирование в этом случае поможет потому что город по крайней мере ночью не будет так ярко сиять что невозможно заснуть если ты живешь на проезжей улице на проезжей улице а вот сами горожане вот если просят обращаться то они просят какие улицы в первую очередь подсветить ну сегодня есть много много улиц например по Грессу было мы провели большую работу там восстановили практически все освещение потом так вот Ново-Романовка район это вот улица Дружба как раз в прошлом году мы сделали Тополевая улица тоже там очень много было жалоб что нет освещения ну сделали то есть есть на коммунальный в прошлом году сделали вот так же пойдет и в этом году то есть мой центр у нас более-менее освещен вот ну по окраинам по всем компактному проживанию и так далее ну будем надеяться что не только Симферополь будет ярко светиться но и весь полуостров что и по всему Крыму проведут подобные работы а я напомню что у нас в гостях был Николай Коновалов директор муниципального бюджетного учреждения город спасибо вам огромное за такую интересную беседу пожалуйста спасибо а чтобы было что показывать должно быть святос совершенно верно но и нужно уметь за собой ухаживать ходить в специальные заведения чтобы там тебя приводили в порядок об этом наш следующий сюжет как и где ухаживать за бородой да и за волосами на голове в целом прямо сейчас представители древней профессии жалуются работы мало слишком большая конкуренция и правда только в Симферополе 12 барбершопов так чем отличается барбер от простого парикмахера на первый взгляд и те и другие просто подстригают клиентов парикмахерской ты пришел быстро подстригся и грубо говоря ушел и следующий сел в кресло здесь же мы подбираем индивидуально каждому стрижку формы бороды а вот я еще хотела спросить у вас борода настоящая? это да а можно потрогать? да а вы долго растили? 5 месяцев барберы работают исключительно с мужчинами и их волосами каждая прическа предварительно детально обсуждается если в парикмахерской управятся минут за 20 то тут на стрижку и укладку уйдет как минимум час своего рода мужской клуб где еще и угощают алкоголем и играют в компьютерные игры именно в барбершопах никогда не обслуживались женщины ну и сами мастера всегда были вот только мужчины ну мужского пола и вообще звучит легенда такая что вообще барбершопы основные ну которые появились в 18-19 веке там вообще не пускали женщин даже ну даже в зал ожидания даже работать в этот барбершоп женщин не берут только мне согласились устроить мастер-класс уж слишком несерьезно дамы относятся к растительности на лице мужчин в то время как джентльмены все чаще требуют креативного подхода но культура ухода за бородой пока только приживается в нашей стране я вот служил в армии много лет и у нас ну в то время не разрешались ни усы там ни борода но если были какие-то дефекты ну что-то связанное с какими-то вещами то это было специальное разрешение что можно было там бороду носить там усы если это нужно было россия знает времена когда борода была под запретом но и тогда мужчины пользовались услугами цирюльников бродобреев но знаете ли вы что цирюльник это парикмахер банщик с хирургическими навыками они могли стричь вправлять вывихи лечить зубы позже их сменили парикмахеры а сейчас время барберов хотя последние считают что их профессия древнее ведь первые бритвы появились в период древнеегипетской цивилизации конечно в те давние времена такой профессии не существовало а роль парикмахеров выполняли врачи и священники давайте узнаем знают ли крымчане о барберах и пользуются ли их услугами у вас очень красивые усы скажите кто у вас барбер не знаю что это такое барбер даже я не подозреваю о чем это о самолете о пароходе если быть до конца честным а кто вам делает прическу кто занимается сам себе честно я это делаю сам автономно то есть никому не привязан а вот как ухаживается дайте советы какие-нибудь практически ну я ее мою пять раз как бы в день то есть мою ухаживаю расчесываю укладываю чем длиннее борода тем за нею сложнее ухаживать зато для многих она становится символом мужской силы и гордости неудивительно что растет не только количество модных цирюлин и барберов а и цены на их услуги а вот спрос на бритвы напротив сильно упал с Илья Салямова Руслан Хохлов утро нового дня вот действительно хорошая новость возвращаясь к теме освещения раньше гуляя по городу в темное время суток каждый раз удивлялся иду каждый второй фонарик гаснет я думаю ну неужели это со мной что-то не так оказывается нет оказывается это пока у нас нету тех самых диммеров таким образом экономят свет ну я в принципе хожу наверное уже чаще в то время пока еще не знаю в пять часов горит не горит я даже не обращаю внимание ты представляешь ну сейчас же в пять часов уже не темнее даже еще светло достаточно поэтому я думаю фонари могут они включаться могут но я просто действительно это на это вот происходит наверное настолько на автомате что ты даже не замечаешь горят ли фонари знаешь что вечером все в порядке когда возвращаюсь попозже еще что-то но по утрам даже не задумывалась зато могу рассказать что о чем я уже задумалась так это о том что в 2018 2018 году оборот средств в тур отрасли Крыма превысил 440 миллиардов рублей на полуострове создаются новые инвестиционные площадки для развития туристической здоровительной отрасли и как мы видим это приносит свои плоды это приносит не только плоды но и посетителей полуострову кстати тогда это объясняет то что мы сейчас увидим пройдемте за мной я расскажу вам о пробках просто посмотрите на этот город насколько он уже желтый а ведь сейчас только ну без 20 можно сказать 9 и просто посмотрите почти что весь центр ярко горит желтым цветом где-то даже прослеживаются красные полосы что уж там объездная в некоторых местах тоже желтая посмотрим ближе в первую очередь конечно же поговорим о центре ну смотрите улица Киевская перед Кубешским рынком ничего удивительного перед кольцом красный свет по четырем направлениям конечно на проспекте Победы есть моменты когда он немного зеленеет но в то направлении мало кому надо все движутся в сторону центра а мы за ними улица Шмидта красного цвета понятное дело там сейчас установлены светофоры новая система приживается но работает хочу сказать неплохо сам частенько добираюсь с того места на машине проспект Кирова местами зеленый местами красный кстати красный он по направлению к Куйбышевскому рынку улица Ленина с ней ситуация идентичная не уступает ей Воровского красные по направлению в центр желтые и зеленые по направлению от центра ну потому что большинство людей все-таки стремятся на работу ближе к центру города посмотрим давайте что в Симферополе в целом ну объездная дорога зеленая хорошо по ней пока что можно объехать тем кто уже за рулем в эфире так и передайте объездная еще зеленая но совсем скоро боюсь когда все рынутся объезжать именно по ней она тоже покраснеет пробки это уже пожалуй естественная часть жизни каждого водителя в Симферополе чтобы их избежать нужно во-первых выезжать вовремя а во-вторых готовиться к выезду заранее это значит что нужно проснуться позавтракать мы вам об этом регулярно говорим и просим делать все вовремя а главное не торопясь потому что поспешишь как известно на людей насмешиваешь ну а еще мы готовы рассказать вам не только о важных событиях и информации актуальной современности но и о том чем знаменателен этот день в силу своей истории сегодня отмечается день транспортной полиции это не официальный праздник поэтому мало кто о нем знает изначально транспортная полиция создавалась для охраны железных дорог но теперь сотрудники этой службы следят за порядком не только в поездах но и на вокзалах аэропортах морских и речных судах день рождения сегодня отмечает инисист олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников в его копилке победы в 53 турнирах но главные награды олимпийское золото и кубок Дэвиса поздравляем именинника 18 февраля 1930 года Клайд Уильям Томбо открыл Плутон ученый самоучка с помощью астрографа обнаружил среди неподвижных звезд в созвездии близнеца маленькую планету Икс которая позже получила название Плутон долгое время ученые сомневались можно ли такой небольшой космический объект назвать планетой и в 2006 году международный астрономический союз лишил Плутон статуса девятой планеты солнечной системы 98 лет назад родился знаменитый композитор народный артист России Оскар Фельдсман его песни исполняли Леонид Утесов Муслим Магомаев Иосиф Кобзон Лев Лещенко Эдита Пьеха и София Ротару именно ему принадлежат такие хиты 50-х как фронтовики «Наденьте ордена», «Огромное небо» ну и конечно ландыши 18 февраля можно считать днем рождения авиапочты в 1911 году в Индии преодолев расстояние в 13 километров самолет доставил 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток современная авиапочта работает по всему миру главное достоинство скорость и возможность доставки в самые отдаленные уголки в этот день родился Энцо Ансельмо Феррари знаменитый итальянский конструктор в детстве будущий бизнесмен мечтал стать оперным тенором ну или спортивным журналистом его даже опубликовали в газете но этой мечте не дано было сбыться зато Феррари начал карьеру гонщика что определило его будущую судьбу после рождения сына заядлый автолюбитель бросил карьеру и занялся всерьез производством автомобилей которые стали символом роскоши и богатства а ведь и сегодня день необычный во первых наш эфир стартует вместе с вами освещает ваше утро во вторых ясным солнышком по улицам города еще ходит наш прекрасный корреспондент саля и прямо сейчас со стримом она выйдет и расскажет что же там происходит на улицах города еще раз доброе утро Крым и коллеги хотелось бы коротко сказать о погоде сегодня синоптики ожидают до плюс 6 градусов это значительно ниже чем была температура например вчера вчера столбики термометров поднимались выше отметки плюс 10 ну а сегодня не более 6 градусов это температурный максимум сейчас я бы сказала даже немного прохладнее ощущается как плюс 2 но возможно это мои личные ощущения при этом синоптики не прогнозируют осадков то есть без дождей и вот уже хочу отметить что небо начинает проясняться также я вам обещала раскрыть дорожную ситуацию более подробно вот по прошествии получаса могу отметить что действительно ситуация немного изменилась в худшую сторону потому что в некоторых местах уже можно констатировать пробки например на улице Севастопольская от остановки крымских партизан до улицы Козлова а также по проспекту Кирова в районе Куйбышевского рынка ну и вот сейчас я нахожусь на улице Киевская здесь как вы видите тоже много машин но в принципе все находятся в движении а вот рядом пересекается троллейбусная там вот видите есть вереница такая машина они пока что стоят почему я нахожусь на улице Киевской в районе ДКП дело в том что у меня есть замечательная новость в скором времени здесь начнут облагораживать территорию и должен появиться сквер в первую очередь займутся озеленением этой территории я напомню что раньше здесь находился школьный рынок при этом в самом дворце культуры профсоюзов появился два года назад ЗАГС и как вы понимаете молодожены конечно же выходя из дверей ЗАГСа хотят видеть красивую территорию где можно было бы пофотографироваться но такой возможности у них не было а в скором времени она появится по крайней мере об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов такая же участь ожидает и набережную Салгира там тоже собираются провести ремонт и на это потратят около 600 миллионов рублей поэтому мы ожидаем ожидаем как будет преображаться наш город но уже могу сказать что приятно ходить по этой улице потому что ничто не мешает спокойному продвижению нету больше ларьков нету здесь больше школьного рынка и вы видите как можно свободно и легко перемещаться идти на работу всем хорошего настроения коллеги вам слово как же хорошо что Симферополь преображается вот постепенно превращается в прекрасную парковую зону это замечательно сам помню те времена когда возле ДКП пройти было невозможно огромное количество ларьков вот этих лотков все продают мне кажется эти времена помнят все да да все продают книги да вот еще это ощущение что вот заканчивается август и скоро сентябрь а сейчас то наоборот сейчас заканчивается зима и скоро весна и невозможно не радоваться потому что осталось меньше половины февраля но вообще мне очень нравится что делает Саля настоящим маяком она освещает что же там в городе показывает нам куда двигаться вот мне признаюсь честно захотелось прогуляться по парку и кстати не в первый раз во время наших эфиров но вот как на самом деле работает маяк кто же там внутри этого маяка сидит и почему он так ярко светится прямо сейчас вам расскажем и покажем здесь на мысе Айтадор находится самый старинный на южном побережье Крыма маяк он был построен в 1835 году по распоряжению адмирала Лазарева и находится он на том самом месте где когда-то была цитадель римлян которая называется Харакс уже почти два века мореплавателям указывает безопасный путь вдоль ялтинского побережья зеленая звезда Айтадорского маяка его сигнал можно увидеть за 40 километров раньше здесь была другая маячная башня ее строение относит к временам обитания древних греков высота над уровнем моря здесь 87 метров это для мореплавателей маяк путеводная звезда а для Михаила Нищенко рабочее место и неотъемлемая чай жизни до этого он работал смотрителем на мысе Сарыч в феврале прошлого года переведен сюда 33 года он посвятил маячному делу о чем ни капли не жалеет ведь его профессия такая романтичная ну естественно как без романтики было идти молодым парням посвящать свою жизнь вот такой вот работе дело в том что как обычно маячники живут семьями такими маленькими кланчиками практически на необитаемых островах иногда чаще всего на большом удалении от людей вместе с Михаилом мы подошли к майку в предвкушении чего-то необычного если театр начинается с вешалки то экскурсия по маяку берет свое начало со ступенек старинной лестницы она наверное не менялась с тех пор еще как маяк строили каждая такая конструкция особенно имеет неповторимую биографию людей называют по именам а маякам присваивают порядковые номера это устройство собрано из четырех линза сверху закрыто зеленым светофильтром для включения лампы требуется определенное время что мы и будем сейчас наблюдать дальность видимости 24 мили то есть в хорошую погоду маяк виден очень далеко и штурман естественно берет пеллинг на маяк настало время долгожданного включения пока смотритель пошел вниз приводить действие маяк я не смогла сдержаться и когда щелкнул рычаг поднялась к радару и начал крутиться один оборот за 6 секунд а сейчас то что мы включили мы не нарушаем никакой режим да нет конечно но днем то за маяками не наблюдать за световыми за свою историю он не работал всего три раза в две русско-турецкие войны и великую отечественную после второй турецкой маяк был полностью переделан и приобрел нынешний вид мы дали зеленый свет черному морю теперь нас видно на целых 45 километров несмотря на то что сейчас день этот маяк любит разговаривать в ветреную погоду кажется что сейчас он хочет что-то сказать особенное самый большой разговорщик у нас флюгер который находится на нем он вращается под действием ветра каждый в этом мире имеет свой жизненный ритм маяк тоже не исключение его включают и выключают по специальным таблицам захода и восхода солнца график висит у бахтиного на столе и он в определенное время зажигает и гасит свет а сегодня во сколько вы включали утром в семь часов сорок шесть минут выключение было согласно таблице помимо основного маяка на балконе есть еще один на всякий случай если основной выходит из строя включается резервный огонь в музее Тедорского маяка есть книга почетных посетителей которая сама стала экспонатом гости посещавшие башню оставляют благодарные записи расспрашивают о подробностях такой романтической службы архивы сохранили подробные отчеты о пребывании здесь в свое время льва толстого антона чехова владимира маяковского о визитах на маяк царствующих особ и великих князей короля и королевы дании а чего стоит коллекция астрономических приборов собранная почти за три десятилетия оказавшись на веранде я попала в целую сокровищницу гидрографического мира где можно встретить очень интересные экспонаты двух прошедших веков сон сон свинцовая каменные якоря коллекция фонарей горелки сигнальные буи другие ценные экспонаты можно встретить на веранде например эти баллоны одна из первых конструкций маячного устройства которая работала еще на керосине и требовала постоянного присутствия рядом смотрителя накачивается керосин вот в эти емкости поднимается давление до двух килограмм и вот такая вот керосинокалильная установка с магниевой сеткой внутри зажигается на башне маяка и светит мыс славится своими красотами отсюда открывается поистине изумительный вид на ялтинское побережье гору Кошку живописность и величие этих пейзажей в свое время оценили многие члены императорской семьи известные русские литераторы и художники безмолвный свидетель смены эпох приютился практически на краю самого обрыва кроме кипарисов по соседству с маяком гигантское фисташковое дерево возрастом более тысячи лет именно она когда-то служила ориентиром для древних мореплавателей и сегодня айтодорский маяк исправно указывает путь мореплавателям и по-прежнему привлекает гостей своей красотой и необычной атмосферой переступая ворота маяка словно оказываешься в другом измерении где время замирает а современность причудливо переплетается с историей вот действительно романтично и манит если честно задумался о том как вот не стать смотрителем маяка да ну я знаю несколько фильмов таких я как-то я мало фильмов смотрела но о смотрителях маяка вот так уж вышло что их было сразу несколько в моей жизни этих фильмов и всегда это было очень красиво волнительно вот так вот волны бьют об берег а он такой задумчивый ходит камешки пинает задумчиво пинает камешки замечательно в таком наверное свитере да в такой вязаный знаешь что это контуражно ну и все это конечно да 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 но к сожалению все фильмы что видел я были фильмами ужасов а вот давай немножко от фильмов к реальности прямо сейчас с нами на включении наши прекрасные коллеги с новостей интересно что они нам расскажут доброе утро коллеги а я представлю что с нами сейчас на связи Сергей Мельников здравствуйте коллеги мы сегодня смотрели несколько сюжетов ну то есть один но несколько раз о том как ухаживать за своей бородой шевелюрой и прочее я вижу что у тебя ну и знаю что у тебя тоже есть растительность на лице за которой ты ухаживаешь вот расскажи каким образом знаете коллеги я считаю что каждый мужчина должен ухаживать больше не за своей бородой а за своей конечно же любимой женщиной а если отвечать по сути вопроса то мне хватает просто качественные электробритвы чтобы борода выглядела опрятно прекрасно соглашусь использую триммер но теперь вопрос по качественным новостям что там у нас по повестке дня мы собрали для вас много интересной и полезной информации наши журналисты выясняли почему в бахчисрае и симферополе два дошкольных учреждения не принимают в эксплуатацию и из-за чего в селе Глазов Калининского района второй месяц нет воды а также готовы показать как на территории пограничной заставы Армянска работает новое судно на воздушной подушке всё это и многое другое смотрите в выпусках новостей и не переключайтесь ну действительно такая разнообразная яркая подборка а вот про судно мне особенное интересно посмотреть несмотря на то что девочка да что что девочка девочки что не плавают на суднах все плавают на суднах конечно мне тоже было бы очень интересно посмотреть так что мы желаем вам прекрасного эфира сразу после нас спасибо Сергей Да. Ну, а у нас вот так вот быстро промчались два часа. Быстро, интересно. Да и вернемся мы завтра. Знаете, это было утро нового дня. Надеемся, что оно прошло у вас так же бодро, да? Действительно, посмотрите только. С вами был прекрасный Александр Карнович и... Обаятельный. Ох, спасибо, Артем Андроновский. Желаем вам хорошего дня. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok